Найти дом вы можете сами, то есть мы вам для этого не нужны, мы вам нужны для того, чтобы что делать дальше. Города маленькие, которые там полукоммунизм и там очень сложно. И, соответственно, когда что-то выходит на продажу, то спрос у него, как правило, достаточно высокий. Мы ставим наш поиск на холл, на паузу, потому что будет 20% донумения упадения цен. Скидка. Нет, оценивание агентской стороны. Блендер ему тоже не нужен, там все написано в ЗИЛе уже, сколько стоит, сколько буду платить. Да, в 99% случаев, даже если вы покупаете новостройку, там всегда есть какие-то проблемы. Всем привет, теперь у нас сегодня интересная встреча будет о КОП и Люба, где мы поговорим про... Это агенты из Лос-Анджелеса, где мы поговорим про сегодняшний рынок. Опять же, мы часто про это разговариваем, про разные темы, все, что связано с real estate, но ребята сегодня расскажут немножко свою сторону, в чем у вас, специальность какая, расскажите. Спасибо большое, во-первых, что нас позвали. Александр, очень рад быть здесь. Я здесь уже второй раз, Люба первый. Мы работаем лицензированными агентами по недвижимости уже больше шести лет. Начинали мы с небольшой компании, потом доросли до Campus Real Estate, где мы сейчас усердно трудимся в западном Голливуде. Да, работаем как с продавцами, покупателями и с многими застройщиками, девелоперами. У нас большой опыт продаж именно новостроек в разных частях Лос-Анджелеса, так что... Мы работали на нескольких проектах, это в основном кондоминиумы, таунхаусы, от западного Голливуда, Голливуда до Брэнтвуда. Да, вот это интересно про новостройки, потому что мы никогда, в принципе, не затрагивали этот вопрос, особенно тут в Л.А. У нас не так много все строится, как на других штатах. Расскажите, что происходит, что вы видите, что с рынком, в том плане, в том плане, сейчас мы говорим только за новостройки. Да, к сожалению, наверное, многими покупателям, вообще жильцам этого города, хотелось бы видеть больше, намного доступных новостроек, но их не так много из-за сложности постройки, потому что все разрешения и весь процесс вообще получения разрешения на постройку занимает долгие годы. И очень много регуляйшнс, которые лимитируют, что ты можешь строить, как и вообще ливенского рапута. Да, бывают ограничения часто и на дизайн, на архитектуру, какая может быть в комплексе и так далее. Это все усложняет, конечно, процесс строительства, и поэтому многие девелоперы, они после первого проекта некоторые перестают вообще что-то больше строить. Отбивают им охоту. Да, совершенно верно. Особенно в некоторых городах и районах западной части Лос-Анджелеса, как западный Голливуд, West Hollywood, там очень строго. Санта-Моника невероятно строго, поэтому и там количества нового жилья крайне мало. И, соответственно, когда что-то выходит на продажу, то спрос у него, как правило, достаточно высокий. Да, у нас даже, знаете, один застройщик, который был очень такой радостный, excited построить в западном Голливуде, потому что он сам живет в западном Голливуде, вообще нам нравится. Так вот, они сделали один проект, до этого они в основном в Сан-Фернандо-Валле, Нурс-Голливуд, Шерманок, Судио-Сити, Тарзана, вот они строили очень много, уже 30 лет. И вот один проект они построили и сказали, все, больше нам ничего не присылайте, мы не хотим даже рассматривать, потому что настолько было сложно это делать для них. И вообще есть процесс, они думали, что за три года все продадут уже и будут данные. Да, ну для покупателей преимущества новостроек, они очевидные, потому что мало кто знает о них, они думают, что у вас разницы нет, что новостройка, что вторичное жилье, тогда зачем у людей возникает вопрос переплачивать за новостройку. Потому что, как правило, новое жилье, если взять любой район, западный Голливуд, например, то таунхаус 2000 square feet будет стоить, допустим, 2 миллиона 200, аналогичной площади, но более старой постройки, он будет стоить 1 миллион 600, допустим, 1 миллион 700. И у многих возникает вопрос, зачем тогда платить больше за новое жилье. Ну, помимо того, что, во-первых, там никто не жил, это очевидное преимущество. Во-вторых, вы получаете гарантии от застройщика на практически все, на несколько лет. До 10 лет. До 10 лет, да. До 10 лет гарантии от застройщика. Первый год это fit and finish в Уорренде, тоже очень удобно, когда ты заехал в новое жилье. Если что-то у тебя не работает, ни какая-то система, или что-то поломалось, застройщик обязан, конечно, прийти и починить все. И еще одним таким хорошим преимуществом я бы назвал это ликвидность. Как правило, на такой высокий спрос, и даже в будущем, через 5-10 лет, ваша новостройка в этом районе, где бы вы ни смотрели, в основном западном, в Лос-Анджелесе, это будет достаточно уникальный продукт. И когда вы его выставите либо на аренду, либо на продажу, у вас будет все равно повышенный спрос достаточно. И у нас были сейчас уже перепродажи в комплексах, которых новых мы продавали 3 года назад. И перепродажи, которые мы сейчас делаем в этом же комплексе, который тогда был новым, спрос огромный просто. Ну да, потому что ничего нет, ну, supply and demand, то есть ничего не строится здесь. И я хотел людям сказать, что сложность застройки, то есть Норс-Халливуд, например, в Лос-Анджелес, то есть через дорогу может быть совсем другая история. То есть как бы там через переехал границу, и там уже другие, в абсолютном условии, намного легче. Потому что мы тоже когда-то связаны были, мы когда-то проект брали в Санта-Монике, мы от него, потом его, то же самое было похоже, мы ждали 2 года, и мы потом его просто бросили, и чтобы отдали кому-то другому, перепродали, уже просто потому что это был ужас. Они, это уникальные города маленькие, которые там полукоммунизм, и там очень сложно что-то делать. Я хотел сказать тоже, у нас девелопер в Западном Голливуде, он говорит, City of West Hollywood, это как просто маленький такой коммунизм у них там внутренний, и там невозможно как-то договориться. Это все, конечно, усложняет процесс, и застройщики берут огромные кредиты на строительство, здесь каждый день это деньги, и это все должно быть кем-то оплачено. И это нельзя перенести просто на цену, потому что если ты сильно перенесешь на финальный asking price, то тогда спрос будет маленький, потому что если ты завысил цену. Покупателю, в принципе, неважно, что у тебя там было. 100%. А вопрос, вот, к примеру, можно ли покупать, давать депозит еще до начала, как бы еще не построен проект, уже можно так, в Лос-Анджелесе вы видите, потому что, например, во Флориде, это более распространено, еще ничего нет, дал задаток, и ждешь 2 года, пока его построят, там уже цена выросла уже за это время, и люди там продают сразу, как только построят. Нет, здесь такое не практикуется, и вообще здесь должны у тебя быть соответствующие уже разрешения от города, что ты можешь принимать депозиты, и это происходит уже в дальнейших стадиях строительства, когда уже стоит... Финальных. Или даже есть, ты можешь это делать, но если ты вдруг поменял свое мнение и решил не покупать, то ты можешь отменить, и застройщик обязан тебе вернуть все твои деньги. То есть, да. То есть легальных обязательств ни у кого не возникает, поэтому... Почти что до финальной стадии. Да. Застройщикам это неинтересно. Да, потому что они же хотят продать по максимально выгодной цене, они хотят достроить этот проект, продать по максимально возможной рыночной цене, делать маркетинг, ланять брокеров, которые будут делать показы там регулярно, дрон, фото, видео и так далее, чтобы привлечь покупателей за рубежа. Очень большой спрос, особенно, опять же, возвращаясь в западную часть ЛЭ, очень большой спрос из азиатских стран, Middle East, Саудовская Аравия. И, конечно, они готовы платить топ-прайс, и девелоперу, то есть застройщику неинтересно, скажем, отдавать сейчас подешевле. Фиксировать какую-то цену. Совершенно верно. Да, ему проще уже достроить и получить топовую цену. Ну, плюс здесь, ты, наверное, лучше знаешь, я не знаю, вы занимаетесь ипотеками для застройщиков или нет, или, мы знаем, определенные банки занимаются, да? Да, да, мы констракшеном, у нас есть наша часть бизнеса, это private financing, где мы занимаемся констракшен лонами, ну, те же застройщики приходят к нам брать финансирование на саму застройку, и есть же покупатели, которые хотят купить. Но есть специальные банки, которые конкретно специализируются на новых констракшенах, потому что обычный банк, если еще ничего не продано, они тебе не профинансируют, потому что ты, как бы, первый. Но если ты уже, там, последний, то мы можем сделать. Да, да. Это специальные банки, кто этим занимается. Именно констракшен лонами. Да, ну, вот в плане... Если это, к примеру, дом, то проблем нет, он уже построен. Но если это квартира, там, образно, 10 кандос, и никто еще ничего не купил, то обычному банку, который с нами работает, ему будет сложно такое профинансировать. Ну, да, да, да. Да, кстати, вот это одна из... Один из таких негативных, как бы, факторов, когда покупаешь новостройку, потому что, опять же таки, к нам продавали multiple units. Да, ну, когда в комплексе, допустим, 25 квартир. Когда продавали, то очень часто к нам приходили покупатели, они делали офферы, и они говорят, что они хотят, да, там, с большими банками, как Chase, Bank of America, закрывать их, и они никогда, никогда они не могли это сделать, потому что надо, они хотят, чтобы хотя бы, там, 40% было уже продано, закрыто. А есть несколько банков, да, которые... Ну, да, обычно плюс еще застройщик уже имеет какое-то... Иногда бывает такое, что застройщик уже с каким-то банком договорился, говорят, окей, вот я вам отдаю весь мой дом, финансируйте всех этих людей через него, и туда. Да, Preferred Lander, да, они... Как правило, это уже до момента, когда готовятся сдачи в эксплуатацию, и перед тем, как вообще выставлять на рынок, эти моменты все обговариваются со стройщиками, чтобы покупатели имели представление, где вообще брать ипотеку, потому что у многих нет возможности, как Люба тоже сказала. И еще одна специфика новостройка – это документооборот, конечно. Там purchase agreement совершенно другой. На стол стороне. Да, там просто... И очень много вопросов возникает у покупателей. Покупатели новостройки должны понимать, что этот контракт создается... Ну, этот контракт создается адвокатом, который нанимает сам застройщик, и он в первую очередь всегда протектирует именно застройщика, потому что если вот стандартный residential purchase agreement, он обеих сторон более-менее как бы 50 на 50. И защита продавца, и защита покупателя. То, что написал адвокат застройщика в основном. То есть поэтому очень внимательно надо их читать. И у нас тоже были случаи, когда нам звонили агенты, и говорят, мой клиент просит меня отменить, а я не знал, что там нету, там, например, inspection contingency. То есть когда вы покупаете на вторичном рынке... Вторичном. Вторичном. На ресейле. На ресейле, да. Когда вы на ресейле покупаете, тогда... В принципе, если вы написали, что у вас здесь inspection contingency, вы сделали свои инспекции, и вам что-то не понравилось, вы просто говорите, извините, я не продолжаю сделку, и получаете все свои деньги обратно. С почти что всеми контрактами на новостройку, если вдруг вам что-то не нравится после инспекции, вы просто должны попросить застройщика починить, а то вы не можете отменить. Вот этот параграф почему-то не все читают, и очень часто пропускается агентами, потому что, может быть, просто они привыкли. Привыкли, что если inspection contingency, оно вроде inspection contingency. Да. У вас бывают, Александр, такие вот на новостройке, к вам часто обращаются, скажем, где там покупается квартира в новом комплексе? Ну нет, мы больше, скажем так, мы больше это видим в других штатах, да, к примеру, там больше строятся. Техас. Флорида, у них это более распространено. Мы делаем здесь по... И плюс они уже, когда к нам приходят, это уже полупро... Ну, скажем, билдинг уже полузаселенный. Мы просто больше, как я сказал, финансируем сами стройки. То есть, грубо говоря, мы сами давала... Как construction room, да? Они к нам приходят, говорят, мне нужно построить там 30 юнитов, мы ему дадим деньги, чтобы он это построил. А с другой стороны, как бы у нас есть просто, скажем так, две руки, да, две компании. Одна, которая финансирует строителя, вторая, которая может финансировать покупателя, но вот если вот это должно быть 40%, чтобы уже продано. Или люди берут частное финансирование, опять же, те же люди, которые только приехали недавно, инвесторы из других стран, они берут private loan, hard money loan, который они могут закрыть, и нам, в принципе, все равно, какое это будет там, куплено, не куплено. Но, кстати, вот на момент насчет contingencies, это хорошее, что ты сказала, потому что часто видим, особенно, когда агенты, не агенты, а люди идут без агента. Это как бы люди пытаются идти напрямую, я сам там сэкономлю 3-10, им дают этот контракт на состранице, они его подписывают, и никто, естественно, не читает всех нюансов, поэтому я бы советовал, что обязательно работайте с агентами, с профессионалами, которые агенты этим занимаются больше ничем. Они не знают, что обратить внимание. Да, на самом деле, знаешь, многие думают, что им нужен агент для того, чтобы просто найти недвижимость. Хотя сейчас все уже на интернете, вы пойдете из многих сайтов, где вы видите те же дома, что видят ваши агенты. Да, у каждого брокера же есть свой такой адвент, что у них есть какие-то пакет листинги, off-market, coming soon, но это маленькое количество, это не так много. То есть найти, я не знаю, но я часто говорю клиентам нашим, что найти дом, вы можете сами. То есть мы вам для этого не нужны. Мы вам нужны для того, чтобы что делать дальше и до момента закрытия, чтобы довести все до конца и чтобы вас протектировать от каких-то liabilities. От ответственности, да. Чтобы человек знал, перед тем, как подписывать, мы, как правило, стараемся объяснять заранее, что последует за этим. То есть ты подписал, и что дальше будет? Нет, это то, что у людей просто есть недооценивание агентской стороны. Им кажется, ну да, я на Зилу пришел, а лендер ему тоже не нужен, там все написано в Зилу уже, сколько стоит, сколько я буду платить. Это не так работает, но и плюс агенты получают свою комиссию с другой стороны, потому что если вы, представляете, покупателя, профессионалы, которые работают, в принципе, вам ничего не стоит, почему их не используют. Но люди, вот некоторые говорят, я обойду как-то правила, найду что-то, какой-то момент, чтобы как-то сэкономить. На самом деле ты не экономишь, ты теряешь. Да, даже знаешь, когда у нас были случаи, где мы представляли две стороны, конечно же, потому что к нам приходили напрямую, мы им открыто говорили, что, вы знаете, нас все-таки в первую очередь нанял продавец, чтобы мы защищали и представляли его права. И как бы мы можем написать для вас этот оффер, но мы будем максимально нейтральны в этом, мы не будем вам советовать, как лучше сделать, или еще что-то, потому что все-таки мы на стороне как бы продавца на данный момент. Мне кажется, это еще большой риск в том, когда у нас бы возникали такие ситуации, приходит request for repairs, то есть запрос на починку каких-то вещей в доме, которые в 99% случаев, даже если вы покупаете новостройку, там всегда есть какие-то проблемы. Особенно я бы даже сказал новостройка, потому что там никто не жил. Конечно, конечно. Там еще больше надо пищей-то доделывать. Вода, допустим, горячая, она очень долго идет, допустим, или плохо слив работает в душе, то есть там масса может быть нюансов. И когда приходит такой список, так и у вас, допустим, нет вашего риэлтора, который защищает ваши интересы, то понятно, что листинг-агент, он будет стараться минимизировать тот список объектов, которые застройщик будет выполнять. А если у вас есть ваш репрезентейшн, то, конечно, агент будет наоборот настаивать на некоторых вещах. И еще часто бывает так, что покупатели, они не знают о некоторых инспекциях, которых можно сделать, и они их не делают, просто из-за незнания. И, как правило, хороший риэлтор, он даст список инспекций, которые необходимо сделать. Вопрос еще. Потому что люди, когда смотрят про цены, про недвижимость, они смотрят это, в общем, так по Америке. Цены пошли вверх, цены пошли вверх. Да, да, да. Но то, что мы сейчас говорим, улица от улицы отличается. Северная Голливуд, такое-то Голливуд. Что вы сейчас видите в тех, потому что вы специализируетесь в определенных районах, что вы видите сейчас? Как вы боретесь, во-первых, с supply and demand? Вы видите цены, нужно сейчас давать выше, чем предложение, multiple offers и так далее. Какое вы сейчас видите? Вот мы сейчас, где мы сейчас? Сентябрь. Да, сентябрь. 23-го года, в октябре может быть абсолютно поменяться картина, но на данный момент. Вообще, очень интересный сейчас рынок недвижимости. Конечно, все не так, как многие ожидали. В прошлом году, особенно в конце 22-го года, если вы смотрели новости или читали журналы, газеты, в любые публикишны, везде было, что все, будет большой крах, цены пойдут вниз, 20-30%. У нас даже клиенты написали, что мы ставим наш поиск на холд, на паузу, потому что будет 20% минимум падения цен. Скидка. Да. Распродажа. Вот уже, как ты сказала, в сентябре, мы до сих пор ждем, мы до сих пор ждем эти распродажи. Оно очень локальное, то есть, есть районы, где чуть-чуть больше supply, там, конечно, продается, мы видим, что продаются за full asking либо closed asking, то есть за запрашиваемую цену, либо же близко к запрашиваемой цене. Но есть районы, где очень мало предложений, поэтому вот даже два дня назад мы делали предложение, и там было 8 предложений. Ну, да, он такой гиперлокальный, я бы сказал, не то, что локальный, а гиперлокальный очень рынок, и мы, как правило, смотрим еще в МЛСе прошлые продажи, допустим, за последние полгода в этом районе, и смотрим, какое отношение listing price to selling price, да, то есть если это отношение там 103%, допустим, то мы понимаем, что средние дома продаются там на 3% over asking, как правило, и особенно там Венис, это вообще... там исторически низкое всегда количество... там постоянно низкое, да, и что бы ни происходило, и там постоянно такая вот ситуация. То есть все, что к воде ближе, там все, да, немножко... говоря о Венисе, там очень большой спрос в последнее время от молодых стартаперов из-за рубежа, из Австралии, из Европы, они переезжают сюда. Многие компании переехали оттуда, правда? Да, да, да. IT, стартапы, они продают свои компании в Европе, и переезжают здесь что-то открывать уже. Молодые ребята, и они вот все селятся только в Венис, иногда еще Плаевиста, да, да, да. Плаевиста у него свои особенности, он в Венис, просто он такой, больше вайп у него такой, более простой, Плаевиста все-таки он такой. Мне больше нравится Плаевиста, не знаю. Не, ну я понял, что Плаев, что Венис, все там, они же как называют это силиконовая битча, да, 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 силиконовая битча, Calvary City, Моргиста. Переехали туда, очень много растут эти районы, где они всегда были, в принципе, неплохими, но они сейчас еще бумают. Даже Вест Адамс, который близко расположен Calvary City, казалось бы, там еще несколько лет назад он был достаточно доступный, там можно было до миллиона что-то купить. Но из-за того, что все поехали в Calvary City, там уже, так сказать, priced out те покупатели, которые хотели что-то купить, и они вынуждены смещаются уже восточнее. И восточнее это Вест Адамс, там нет силиконовая битча. Ну, в большинстве районов мы все-таки видим, что покупатели есть, они хотят купить. Некоторых, знаешь, многих сдерживают, да еще, конечно же, сегодняшние ипотечные ставки, за что ты можешь поговорить, потому что, знаешь, покупка жля, это не то, что там, я не знаю, часы или сережки, или может быть сумочка какая-то, да, тебе надо оно, тебе не просто хочется, тебе надо где-то жить, поэтому ты по-любому будешь покупать. Рано или поздно, как бы, плюс это, ну, American dream. Кто-то сумочек не может, тоже, я не знаю. Да, и такие, да, то есть это все-таки часть вот этой американской мечты, поэтому и necessity, вот это относится к еде, к еде, к жалею, то есть это necessity, да, то есть по-любому надо где-то жить. То есть либо вы платите аренд, тоже мы увидели, что они пошли вверх, очень сильно аренд пошел вверх, поэтому либо вы платите чью-то, чей-то маркадж, либо вы свой. То есть люди хотят купить, но сдерживают многих ипотечные ставки, которые мы ожидали, что пойдут вниз, вот уже сейчас, но пока что мы этого не видим. Грая, что опять еще пойдет вверх, да? Подайкуете. Ты знаешь, опять же, вот мы тоже, мы ждали, что вот летом процент должен опуститься, он не опустился, но я на это смотрю, просто у людей вот всех ковидное время до сих пор в мозгах, то есть мы помним восьмой год, когда было плохо, потом мы помним ковидное время, когда была 3% ставка, и вот эти вещи у нас в голове остаются, а вот там 7% ставка сейчас или 8%, оно кажется дорого, на самом деле, если мы говорим за среднюю ставку, то если мы будем в районе там 5,5%, это считается очень хорошая ставка, которая в принципе, 3%, я уже постоянно про это говорю, надо про нее забыть, ее никогда в жизни не будет, а если это будет, это у нас повторится ковид или что-то такое непонятное, будет какая-то смута, где придется такие ставки иметь, но на самом деле 2-3% это не вещь, которую можно держать долго, но это был момент, люди взяли, и сегодня вот эти селлеры, которые сидят по 2-3% не продают, они сидят поэтому имеем низкое инвентурие, поэтому это, я считаю так, если человек может себе позволить это, да, представьте, что ставки будут завтра 15%, ну грубо говоря, и все будут говорить есть по 8%, что есть что-то по 8%, то есть как бы это все окажется, что кто-то взял там друг, там мама, папа, кто-то по 3%, мы ждем вот этого момента, мы не хотим переплачивать ментально, естественно, никто не хочет платить больше, но если надо все сравнивать, ты говоришь, аренда, сколько ты сегодня покупаешь, сколько налогов будешь экономить и так далее, то есть есть свои минусы и плюсы, я не говорю, надо слепо бежать просто покупать, но если человек может себе позволить под любой процент, это будет 5%, это будет 10%, это если ты можешь себе позволить, ты позволяешь. Может поменять тип недвижимости, которую вы ищете, если, например, вы планировали дом какой-то купить за 1 500 000, может лучше Тандо купить, чуть-чуть подешевле, чтобы тоже не расходиться. И даже если ставки, мне кажется, опять упадут до 3%, что произойдет. Опять будет несколько десятков уферов, и вам придется переплачивать. Даже все говорят, понятно, что покупателей очень много. Многие из них просто ждут, чтобы хотя бы чуть-чуть упали. Даже если у нас будет 5,5, 5,7, то это уже будет ажиотаж, и уже опять будет то, что происходило в 2021 году, когда надо было предлагать 300-500 тысяч и надеяться, молиться, что ты получишь. Спасибо. И как бы, то есть покупатели все-таки еще есть, и рынок, не знаю, мне кажется, он более стабильный, так же, как было в 2017-2018 году. И цены пока что... Да, мне кажется, единственное, на что повлиял процентная ставка сильно, опять же, возвращаясь к западному LA, это на новостройке мы видим, что цены немножко все-таки понизились. Мы анализировали и наш проект, на котором мы работаем и сравнивали лишь с тем, что продается в западном Голливуде за последние полтора года, когда произошел этот скачок. Мы видим действительно сильное такое изменение в средней average price per square foot. На новое построение. Да, именно на новостройке мы видим, что цены все-таки на 10-15% отпустились. Но это, мне кажется, из-за того, что специфика новостройки такая, что когда вводится в эксплуатацию какой-то дом, там 20 квартир, допустим, и это огромное количество предложений на рынке, и у покупателей нету sense of urgency. То есть, они не спешат. И, соответственно, продавцы, девелоперы, они начинают предлагать разные incentives, то есть, как-то мотивировать их. Это либо buy down rate, да, кстати, Александр, надо спросить у вас, как это точнее работает. И buy down rate, либо они предлагают покрыть какие-то closing cost, либо установить что-то в дом, какое-то оборудование. Даже уже seller financing. С seller financing, да. Мы начали замечать, что вот просто агенты и сами продавцы становятся более creative, чем вот на сегодняшний день. Бонусы покупателю, агентам предлагают, чтобы просто закрыть эту сделку до какого-то периода времени. Но это характерно только в новостройках в западном Голливуде. Мне еще кажется, в Уэст-Холливуде там специфика еще такая, что там есть Этко Холмс, такой огромный застройщик, который за последние пару лет ввел в эксплуатацию там 250 квартир, если не 280. И это все на рынке. И еще и ставки выросли, поэтому им приходится скидывать. Поэтому некоторые, возможно, покупатели, которые смотрят Таунхаус на вторичном рынке перепродажу, и они сравнивают по цене с новостройкой, то это не совсем правильно. Это все-таки разные типы продуктов. Мне кажется, там сейчас хороший дел, потому что сейчас уже большинство, еще несколько проектов всего лишь в самом западном Голливуде, который строится, и уже через пару лет там почти ничего не будет нового, потому что многие застройщики не хотят больше там дел иметь. Ну да, оно будет двигаться самым вверх, а не уйдут из рынка. Да, просто так получилось, что именно в период двух лет огромное количество нового жилья вышло на рынок, а в основном в других частях Лос-Анджелеса мы этого, конечно, не видим. Да, но мне кажется, сейчас выигрышная ситуация те, у кого высокий даунпеймент, то есть им не нужно много брать в долг у кредиторов, и они могут на этом использовать крычаг давления на продавца, особенно на новостройках, мне кажется, можно выторговать очень хороший дел. Ну да, в новостройках, ну, правильно ты говоришь, потому что у него есть такой, ему нужно скинуть этот продукт. Если это мой образно дом, который я, у меня там 3%, для меня продать, ну и разве что что-то произошло, человеку нужно куда-то переезжать и так далее. В основном люди, ну говорят, ну сейчас же нет смысла покупать, я подожду, процент упадет, и то, что вот мы сейчас проговариваем, как только процент упадет с 7, на 5, даже не важно, на полпроцента, на процент упадет ниже, зайдет обратно это миллион человек, которые сегодня хотят купить, и ты купишь тот же самый недвижимость, только там на 100 тысяч дороже. Все, что поменяет. Что происходило в 2019 году? В 2019 году мы увидели, что все ждали, все ждали, потому что, ну все ждали краха в 2019 году, вот потому что мы были на локдауне, люди теряли работы, ну как бы логично было думать, что будет все очень плохо и цены пойдут вниз в это время, да, мы с кем не разговариваем, все нет-нет-нет, ну количество сделок упало просто до минимального уровня в 2019 году. В 2020 начало подниматься, а в 2021 мы увидели, что произошло, потому что все эти люди, они никуда не делись, они просто ждали, 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 и сейчас мы видим огромное количество людей, которые ждут, 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 и ну, вечно ты ждать не можешь. Вот, как ты сказал, что привыкнут, привыкнут, потому что сейчас перейти от 3% и платить 7, это, конечно, ментально, ну, как так? Ты чувствуешь, что ты переплачиваешь, да? Но когда прошел год, два, три, и плюс все родители говорят твои, что, ты знаешь, я брал по 18, 7 не так плохо. Да, и... И как бы оно начинает действовать, и потихонечку проходит время, и люди уже ну, окей, а что делать? Некоторые покупатели еще избивают, что они читают в новостях, там, что количество сделок на рекордно низких уровнях, и у них складывается впечатление, что сейчас никто не покупает и не продает, потому что количество сделок на низких уровнях. Но это на самом деле не из-за того, что там люди не могут приобрести, а просто потому, что они из чего выбираются. Когда у вас низкая инвентарь, то, соответственно, и количество сделок, само собой меньше. 100%. А не из-за того, что там где-то что-то рушится. 99% вообще это все тут. Да. Все в голове. То есть, как бы, я когда мы покупали, там, в недвижимости, я не знаю, там, по 400 тысяч долларов, блин, ну куда? Это уже такая цена, уже, ну, скоро я уже, можешь не брать. Потом у нас уже 600 тысяч, блин, уже. И когда ты брал по 400, тебе потом сложно купить этот же продукт за 600, но рядом какой-то дом или какой-то юнит. И оно, ну, это, я считаю, опять же, real estate, это такая, это долгая вещь, за которую нужно взять и забыть. Просто не надо, и мы не спекулянты, мы не ищем, ну, есть люди, которые этим занимаются, флипперы и так далее, но если это обычный человек, он инвестор, хочет для себя купить в долгу или он для себя жиле, на 10 лет забудьте про нее и все. Оно сама себе будет идти, пароход будет спокойно себе плыть и ничего с ним не будет. Флипперы, конечно, мне кажется, немножко в плохой ситуации оказались, те, которые купили в прошлом году весной, и они рассчитывали к осени закончить, и к осени уже рейд там вырос. Ну, да, ну, в основном, флипперы, опять же, видишь, они, наши клиенты, вот, если с нашей правой стороны, это флипперы, то есть, как бы, мы видим, вот тут же, вот, говорили, West Adams и так далее, то есть, все эти районы, у них процент всегда был одинаковый, они по 10 процентов одалживали и в хорошее время и в плохое, потому что ему деньги нужно завтра. То есть, они берут недвижимость, которая в плохом состоянии, или ему нужно перебить, потому что там 20 флипперов на одну и ту же прапори хотят купить, сегодня, опять же, нет, ничего не продается. Поэтому у них всегда был рейд, их, как бы, не особо, ну, маржа, конечно, у них намного меньше, чем она была, то есть, как бы, не так рынок все-таки растет, и у них нет столько cost of construction вырос и все остальное, но те флипперы, которые занимаются этим более профессионально, они окей. Как насчет байдаун, кстати, какие сейчас вот условия ты видишь? Ты знаешь, байдаун не особо, он зашел, если честно, есть программа, которая позволяет, ну, так, в двух словах объяснить, что ты можешь первый год иметь скидку на процент, там, 2 процента, потом 1 процент и так далее. То есть, ты можешь, не под первый год у тебя будет не 7 процентов, а 5, но для этого должен платить продавец. Ну, как бы, обычно дает какой-то кредит, его можно использовать на... Мы не видим, что много людей, что это прямо, оно им заходит, и банки тоже начали постепенно уже, как бы, от него. Оно, как бы, есть, но его никто не особо берет, потому что многим лучше этот кредит использовать на что-то, или можно просто купить себе процент, или closing cost покрыть, потому что все равно люди будут перефинансировать. Придет момент, не сейчас, через полгода, год, все равно ставка будет лучше, все равно ты будешь перефинансировать, у тебя нет смысла парковать эти все деньги, там, 10-20 тысяч долларов от селлера кредита, лучше его использовать на... Ну, просто closing cost не платить. Я, кстати, хотел спросить еще у Александра такой вопрос. Когда ставки были на низких уровнях, я где-то слышал на ютубе, что многие, что делали, они просили наоборот повысить им процентную ставку, чтобы кредитор закрыл closing cost за них. Это до сих пор есть, да, просто сегодня уже такая ставка, что ты не хочешь. Хочешь еще выше брать. Ну, это, это больше такой, это не что люди просят, а в основном банки себя так рекламируют. Говорят, приди ко мне, ничего не плати, ни за что, но все равно клиент за это платит. Но closing cost, да. Но closing cost, но это, на самом деле, если человек, опять же, мы, если человек прямо скажет, говорит, я вот, у меня такая цель, ничего не платить, да, ну, в конце ты просто банк вместо тебе 6% даст тебе 7%, ведь ты все равно будешь за это платить, просто ты это не видишь. Просто многим людям это так, пыль в глаза, когда zero closing cost, там ничего не плати, но на самом деле ты за них платишь, просто выше платешь. Какая у вас программа сейчас есть у нас минимальная, какой даунпреймент может быть? Минимальная, ну, есть, это программы всегда были, есть программы, где ты можешь купить без первого взносов вообще, просто ты должен иметь достаточно заработка, кредитной истории, налогов и так далее. Поэтому эта программа всегда была, она есть, это FHA, но, как бы, не все, опять же, под нее квалифицируются, потому что не у всех есть достаточно столько заработка, чтобы, ну, если у человека есть, то до миллиона 89 тысяч ты можешь купить. Ну, это FHA, да? То есть, там, соответственно, будут высшие требования на тип недвижимости, скорее всего, это квартиры? Не, FHA, в принципе, у FHA только одна проблема, то, что квартира должна быть одобрена FHA, но, кроме этого, если это в дом, то не проблема, если FHA, ну, опять, ну, construction'а проблема, потому что они не FHA, а проб в основном. Да, так, кстати, мы тоже узнавали на FHA, потому что у нас были люди, которые хотели купить, сколько вообще есть процессами, вот 60 дней, если селлар согласится, чтобы запроводить, то можно тоже сделать. Да, да, можно, сам билдинг, ты имеешь в виду, да, 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 просто селлеры не хотят особо заморачиваться. Да, зачем им это, да, такая же ситуация с VA loan, да? Да, да, у VA такой же гайдлайн, как у FHA, то есть, должен быть, на VA approved, на тот же самый, в принципе, лист. А, поэтому программы эти всегда были, в основном просто, что мы сегодня видим, что более популярно, то есть, это, ну, или тот же FHA, там, 3%, 3,5% down payment'а, или уже программы для людей, у которых нету возможности показать налогов, достаточно, чтобы квалифицироваться, то есть, у них начинается, там, с 10%, во-первых, взносы и выше. А если у человека, там, self-employed, какой-то бизнес, там, 3%... То есть, bank statement. Да, ну, или bank statement, ну, есть другие куча разных программ, но bank statement, она позволяет просто, типа, купить с 10%, все другие хотят 20%. Да, 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 да. Первый взнос, тогда ты можешь, ну, приобрести то, что ты хочешь, где другой банк тебе, или никто это тебе не сделает, ни FHA, я говорю, Chase или Wells Fargo, но для этих людей, это огромное количество людей, которые не показывают достаточно налогов, и у них пару лет назад вообще не было опций, сегодня это есть, поэтому они могут себе покупать и потом перефинансировать, когда... Ну, а вы видите, вы видите, в последнее время больше программ, которые, вот, облегчают получение, или наоборот? Не, они, как, в зависимости от банка, некоторые банки, наоборот, немножко закручивают гайки, где они хотят больше резервов или больше первого взноса, а некоторые программы, наоборот, государственные какие-то программы, как Dream for All вот сейчас будет выходить, опять же, очень сильно, мы как раз говорили, до эфира, про нее очень много говорят, на нее мало кто может попасть, но она, скажем, есть. И для некоторых людей, кто может попасть в нее, то, да, это хорошая программа, для тебя Калифорния может дать 20% первого взноса, опять же, это партнерство, то есть они не дают бесплатно, надо понимать, что они сходят тебе в долю, и ты потом придешь, время их нужно отдавать. При перепродаже, да. Или перефинансировать. При рефинансировании, да. То есть нужно будет отдать 20%, плюс еще 20% от профита, который ты заработал. 20% мы идти ввели от стоимости продажи или от... Да. Ну, от, если ты купил там за 500, по-моему, 600, да, 20% нужно еще отдать, поэтому это как бы, ты сейчас ничего не плачешь, но ты плачешь в конце, поэтому... А ставка там какая, такая же, какие на рынке? Нет, там чуть, она чуть меньше, чем програничная, да, там 6, в районе 6,5, в прошлом, в последний раз, когда мы делали, она была 6,370. И у нее была просто одна ставка, это именно колхав от Калифорнии штата, а сейчас я не знаю точно, когда она будет, потому что она еще не вышла. Эта программа будет обещать в этом году, но когда точно мы еще не знаем. Поэтому опции есть, надо просто главному человеку иметь желание посмотреть, что есть на рынке. Да, иногда лендеры очень креативно ко всему этому подходят, поэтому тоже надо работать, мы всегда рекомендуем работать с профессионалами, у которых много программ, потому что, во-первых, не все программы под каждого, а как ты сказала, как self-employed, и bank statement, и profit and loss. И, может быть, даже иногда лендеры у нас советовали просто показать налоги, ничего не списывать, даже если у тебя были затраты, не списывая ничего, потому что надо смотреть, какие цели. Либо ты покупаешь на 5 лет, и ты знаешь, что ты максимум на 5 лет, либо ты покупаешь, думаешь, что ты будешь 30 лет жить. То есть надо вот это все нюансы понимать очень хорошо, и как с агентом, так и с брокером, можно с брокером проконсультироваться, чтобы понимать, какая программа. Можно заранее поговорить с кредитором, да, не начинай активно поиск, потому что можно разочароваться потом, лучше заранее знать. А не бывают иногда случаи, что человек может позволить себе больше, чем он думает даже. Да, кстати, вот это очень… у нас были такие случаи, где люди просто из-за того, что они опять же таки видят, что average 7% или 6-8, что-то такое, у них достаточно хорошие сейвинги, достаточно хороший доход, и оказывалось, что им выдавали ипотеку под 5-8, 6-4 такое, то есть как бы и такие случаи бывают. 100%, нет, мы недавно тоже человеку помогли, где женщина просто позвонила, просто проконсультировалась, она говорит, я сейчас не могу ничего окупать, говорит, я через месяц, говорит, у меня заканчивается лист, ну, квартира, я переезжаю в другую квартиру, мне дали уже нотис выезжать, и я вот уже там подыскиваю сейчас. Ну, я пока хочу вот промежутки хотя бы посмотреть, у меня сейчас там работа, я там, она самозанятая была, но у нее нету достаточно заработка, 30-30. Пообщались, она за этот месяц купила квартиру и получила ипотеку, и все нормально, и как раз успел до того момента, как ей нужно было выезжать. Она, человек, который даже вообще не понимал, не знал, что есть возможность это сделать, она просто позвонила узнать. А потом, когда мы ей посчитали, сколько она будет платить за аренду новой, сколько за свою квартиру, там не была бы большая разница, и плюс была программа для нее, чтобы она могла квалифицироваться. Мне кажется, что многие останавливают то, что они не хотят быть, как это сказать, чтобы человек, они не чувствовали себя виноватым, что вот я сейчас обращусь, человек будет run it numbers для меня, до работы, а я потом ничего не куплю. И вот это очень многих останавливает, и на самом деле напрасно, потому что профессионалы, они любят то, что делают, и они будут рады подсказать. Иногда человек боится, кажется, за витриной, там, дорого, я не хочу спросить, сколько стоит, но на самом деле это то, что мы все делаем. То есть мы считаем цифры, вы ищите недвижимость, мы работаем как бы в одной команде, но 100% нужно вначале понять, что ты можешь или не можешь. Я человек, наоборот, сильно переоценил себя, говорит, я хочу минимум за полтора миллиона квартиру, а на самом деле не могу, но потом он узнает, подожди, там еще налог надо платить, еще страховка, еще там H-O-A и так далее, и оно выходит за его comfortable payment, и лучше понимать, что ты можешь себе позволить. Да, такое бывает часто, мне кажется, еще может из-за менталитета тоже, все-таки люди, которые живут в Восточной Европе, там, скажем, бывших советских социалистических странах, у них такой менталитет, что они не хотят навязываться, возможно, там, перегружать как-то человека, но здесь это абсолютно не так, и нужно, чем раньше, даже если вы не планируете сейчас покупать, там, через год-два, чем раньше вы начнете, процесс этот, тем лучше для вас. Ребята, большое вам спасибо, было очень интересно пообщаться, надеюсь, нашим и вашим людям это было полезно, и будем еще встречаться, доносить интересную информацию. Спасибо большое, очень рада была с вами еще раз увидеться. Олег, спасибо вам за приглашение, да, нам очень приятно, так что до встречи. Спасибо. Счастливо. Спасибо.